Да, когда что-то такое происходило между нами, всегда находились у нас те, которые выступали в поддержку притесняемых наших братьев Ингушетии. Всегда высказывали слова истины. И всегда это было. И поэтому я спрашиваю вас. Почему вот эти анти-ингушские какие-то сообщения вы здесь пишете? Для чего вы это делаете? Тумсо, почему ты так серьезно воспринимаешь? Да и многие братья Чечни, книги Абадиева и так далее. Да, многие из нас любят возвышать свою нацию. Но многие ребята, имея в виду религиозный, желают мира между нами. Да я в этом не сомневаюсь, но почему мы, почему я так серьезно воспринимаю? Потому что вы, вы, я сейчас говорю не о тебе и не о нормальных, как говоришь, братьев, а вы, я говорю в целом о том мнении, которое присутствует в народе. Потому что вы это воспринимаете серьезно. Потому что Абадиев, это у вас не, не просто шутка Роховой. Это не приколист какой-нибудь типа Асхаба Бурсагова, который снимает там что-то на видео или, ну или пишет что-то подобное. И это читают и прикалываются. Это не различные там наши блогеры, сидящие здесь в Европе, вещающие какую-то чушь и на это смотрят и тоже улыбаются. Это нечто другое. Это человек, которому приходят, за которого впрягаются. Вы же, вы же припонимаете, почему это все так. Не делайте вид, что вы, что вы дурачки. Вы знаете, о чем речь, вы знаете, почему к этому относятся серьезно. Вы также знаете прекрасно, что вы должны были в первую очередь к этому отнести серьезно. До того, как мы к этому отнеслись. Ты тоже прекрасно знаешь, что МСО почему об этой книге заговорили именно сейчас. Хотя она вышла в 2000 году и большинство о ней никто не слышал, пока у вас по приказу сверху не подняли эту тему. Это не у нас по приказу сверху эту тему подняли. Это у вас ее подняли и я не знаю по приказу ее сверху подняли или нет. Если ее в 2000 году, ты говоришь, он еще написал, то уже тогда вы должны были возмутиться по этому поводу. До того, как сегодня, как ты говоришь по какому-то приказу этот вопрос подняли и мы об этом узнали. До того, как мы об этом узнали, вы уже тогда должны были об этом озаботиться и сделать так, чтобы мы об этом не узнали. Если вы уж братья. Странно, что ты ставишь это нам в обвинение. Очень интересно. У вас человек пишет книгу. Этот человек у вас не является идиотом, а пользуется даже авторитетом в отдельных кругах. В весьма немаленьких кругах. Используется поддержкой своего, там, тейпа. В общем, человек такой среднестатистический житель вашей республики. И даже считается там ученым-историком. Этот человек пишет такую книгу. Затем происходят какие-то события. Эта книга становится, можно сказать, камнем преткновения. Об этом, значит, начинает говорить, об этом узнает все больше и больше людей. И виноватыми оказываемся мы в этой ситуации. Это у нас, значит, по приказу сверху эту книгу, на нее обратили внимание. То есть не тот, виноват не тот, кто ее написал. Он не по указу сверху это сделал, оказывается. Он в этом не виноват. Те, которые знали, что он написал эту книгу и никак на это не обращали внимания, никак это не порицали, они тоже в этом никак не виноваты. Виноваты мы. Мы, те люди, обратившие внимание на эту книгу. Оказывается, это нам приходит указ сверху. Удивительная логика. Очень честная логика у вас. Респект. Вы настоящие братья. Когда чеченцы в крови купались, наш брат, кавычка, писал про нас книгу, оскорбляя нас. Кстати, действительно, интересный момент. Как в 2000 году, если книга вышла, значит, писалась она, как минимум, несколько лет. Сабханула. Вот человек был озабочен этим вопросом. Пока нас истребляют, он сидит и пишет книгу. О том, какие мы плохие. Что с вами? Откуда столько ненависти к братьям? То, что некоторые уроды из числа ингушей говорят, чушь про вас не значит, что мы все вас не верим. Вот он абсолютно прав. Не нужно все проецировать на целый народ, говорить в целом о ингушах. Не делайте так. Понятно, что там есть такие, кто так поступает. Им начинают отвечать тем же самым. Но мы должны быть выше этого. Мы не должны так отвечать. Всегда надо помнить, что там есть очень хорошие наши братья, которых мы любим. Искренне ради Аллаха. И у нас к ним очень хорошее отношение сначала. И ничего, никакие вот эти баталии, митинги и так далее, это отношение между нами не испортит. Факт то, что они многие за Бодиеву, за Тану, во сколько у них этих чиновов. Но это понятно. Те, кто за это, это такие же нечистоты. Ничего не имеют против того, чтобы их так же поливали. Но не надо обобщать. Не надо из-за них теперь говорить в целом о ингушском народе, о ингушах. Нельзя так говорить. Надо просто всегда помнить, что есть очень достойные наши братья ингуши. И если мы будем в общую кучу всех, как делают вот эти вот люди, о которых ты говоришь, если мы будем так же отвечать, то мы, получается, и эти наших братьев подмешиваем под эту общую кучу. Так нельзя. Когда Кадыров открыто угрожал имамам Аглю Сунна, ингушетии, называя их грязными словами, народ Чечни его тоже поддерживал. В этом ты не прав, в том, что уродов везде хватает. Аллаху борца бойлвой. Аллах, вот знаешь, когда вот такие вещи вы пишете, вот тогда и начинаешь думать, неужели это вот настолько затмило ваш разум вот эта вот ненависть к нам? Когда Кадыров говорил вот эти вот вещи, как ты говоришь, народ его поддерживал, когда Кадыров эти вещи говорил, я и многие такие, как я, противостояли тому, что говорит Кадыров. Я уже тогда вел свой блог в фейсбуке, я уже тогда критиковал эти его слова, делал ему опровержение. А те, кто находился там тогда, приезжали к Чумакову, Хамзатову, к Ксичуеву, другим, выражали им свою поддержку. Из-за этого у нас, кстати, пострадали там троих парней, тогда похитили в ОМОНе, их показывали из-за того, что они просто сфотографировались с Чумаковым Хамзатом. Да, когда что-то такое происходило между нами, всегда находились у нас те, которые выступали в поддержку притесняемых наших братьев Ингушетии, всегда высказывали слова истины, и всегда это было. И поэтому я спрашиваю вас, почему у вас этого не происходит? Почему ни один человек у вас открыто не говорит, не противостоит вот этой вот несправедливости, этой грязной лжи? Понимаешь, вот об этом я тебе говорю. Где эти посты в социальных сетях? Где эти обращения к этим преступникам? Почему всего этого нет? Почему эти люди пользуются поддержкой и пониманием среди народа? Это в этом и заключается главная претензия к вам в целом. Понимаешь? Что никто не говорит ничего по поводу вот этой лжи. Субтитры создавал DimaTorzok